МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день всем, кто нас слушает. В эфире проект «Культурная линия» и на связи с нашей студией народный артист России Дмитрий Певцов. Здравствуйте, Дмитрий. Привет, ребята. Всем, кто меня слышит, желаю здравия. Дмитрий Певцов – ведущий актер театра «Ленком», педагог, заведующий кафедрой театрального искусства в Институте современного искусства и человек, который сыграл главную роль в одной из самых ярких и громких премьер театральных российских в этом году. Это спектакль «Лавр» во МХАТе по роману Водолазкина. Обо всем об этом мы будем говорить. Наш эфир проходит в сотрудничестве с нашими коллегами, журналистами из медиаклуба «Формат А3». Веду эфир я, журналист Ольга Авдевич. В студии со мной моя коллега, журналист Наталья Захарьят. Здравствуйте. Эфир мы анонсировали заранее, мы получили много вопросов для Дмитрия от радиослушателей, от журналистов. Номер в WhatsApp наш в студии и SMS 2306191. Пожалуйста, пишите, будем ловить ваши вопросы, будем задавать их Дмитрию. И начнем мы с темы Дня Победы 9 мая, потому что сейчас как раз вот эти майские дни. И каждый год 9 мая Дмитрий Певцов обязательно участвует в главных праздничных концертах в честь Дня Победы. А в этом году, Дмитрий, вы подготовили моноспектакль «Эхо Победы». Вот расскажите нам чуть-чуть об этой идее, на основе какого материала вы составляли, что вы вкладывали в этот проект? Да, я понял. Но все-таки это не моноспектакль. Слушайте, а я там эхом говорю, мне немножко это мешает. Можно как-то там это подрегулировать в течение беседы? А у нас очень хороший звук. Мы вас слышим хорошо. Главное, чтобы у вас был хорошо, а я то из себя слышу два раза. Значит, все-таки это не спектакль, это музыкальный вечер. И основа этой песни, прежде всего, песни, связанные с Великой Отечественной войной, это песни, связанные с нашей Великой Победой. И почти все, почти все известные, любимые многие десятилетия песни, хотя есть и малоизвестные, есть песни современные, есть песни, которые написаны сейчас именно для нашего коллектива. И это для меня очень важно, потому что во всем мире сейчас пытаются переписать именно вообще, в принципе, историю. И особенно это касается Второй мировой войны и, естественно, Великой Отечественной войны. Я понимаю, что происходит в Европе. Тем, кто воевал против нас, стыдно, а тем, кто лег за три месяца под Гитлера, стыдно вдвойне. У нас же дом Павлова в Сталинграде 28 дней стоял, а Францию прошли за месяц. Понятно, что там никто не хочет это помнить, никто не хочет это знать, никто не хочет признавать. Господь с ними, со всеми. Но проблема в том, что и у нас сейчас такая тенденция в России, в российском образовании, в российской культуре какие-то рождаются поколения Иванов-непомнящих, потому что и наши учебники истории, и наши произведения искусства, и то, что происходит вообще в культуре, в образовании, вот самое страшное, они как-то обходят эту тему и касаются ее слегка, краем. А это важнейшая история вообще, важнейшая, что касается России, войны, которые вела Россия на протяжении всей своей истории, трагической, печальной, их нужно знать, чтобы ты понимал, откуда ты родом, и какой кровью выкуплена твоя жизнь, и что было положено для того, чтобы сохранялась едимая, неделимая Россия. В частности, Вторая мировая война и наша Великая Отечественная война, это то, что объединило в какой-то момент советский народ, которого как общности не было. Об этом даже сказал патриарх Кирилл. Народное население страны вошло в Великую Отечественную войну одним, в одном качестве, а вышло в другом качестве. Я уже не говорю о том количестве святых, которые получила наша страна в итоге вот этой страшной войны, потому что, как сказано в Писании, нет больше любви, чем та любовь, когда отдаёшь душу свою за други, своя душа, имеется в виду жизнь. В связи с этим мне очень важно, чтобы эта тема звучала и на концертах, и в фильмах, и в спектаклях. Но то, что я могу сделать сам со своими музыкантами, это, конечно же, концерт и напоминание и о нашей истории, и о том потрясающем количестве великих произведений культуры, в том числе и песенной культуры, которые родились в результате вот этих трагических уроков. Вот в продолжение темы у нас вопрос от журналиста Натальи Лебедевой. Как, на ваш взгляд, нужно говорить с современными молодыми людьми о войне и победе? Есть ли у вас ключик к их сердцам, к их знанию в этом смысле? И ведь стандартные слова и доводы официоз здесь не годятся. Мы были воспитаны на этой победе, но они другие. Вот как вы говорите, в том числе, о победе со своими студентами? Ну, вы знаете, мне очень радует, что у меня студент, сын учится в кадетском училище, и там целенаправленно, и очень четко совершенно рассказывает о том, что такое воинская слава нашей страны. И фильмы, и лекции, и рассказы, и история, все что угодно по этому поводу. Что касается вообще разговора об этом времени, к сожалению, сейчас у нас нет идеологии, и она в Конституции как бы запрещена. Я говорю о Российской Конституции. Но эта статья сохранилась, по-моему, с 93-го года, и идеологию запретили. А интернет, СМИ, телевизоры, вся эта гадость, которая валяется на поверхности, и наши дети могут это подбирать с пола, так называемые в кавычках, никто не отменял. А это та идеология, которая идет нам с запада, которая разрушает страну изнутри, начиная с наших детей. И мне лично не хватает идеологии нашей на уровне государства. Я не знаю, как ее назвать, но дело не в этом. Но идеология, которая бы с первого класса говорила о любви, о вере, о любви к родине, о том, что такое выручка и взаимопомощь, о том, что такое добро, о том, что такое самопожертвование, о великой истории нашей страны, о том, кто там живет, о ее просторах, о ее богатствах, о подвиге людей, которые там жили, жили, жили многие века. Вот этой идеологии у нас нету. И мне, конечно же, общаясь с молодежью по поводу войны, мне нужно это все им рассказывать. Это очень важно. Очень важно. Вот у нас беда случилась вчера в Казани. Я вечером только об этом узнал и проснулся утром об этом думал. А случилась беда, потому что человек, который пришел с разрешением на оружие, у него ни в душе, ни в сердце, ни в мозгу, ничего нет. Он развит, как четырехлетний ребенок, которому все можно, которому это хочется, ему дают. Который видит, ой, там на велосипеде, дайте велосипеды, ой, там из рогатки в голубей, дайте мне... Все можно. И полное непонимание, где ты, что ты, и для чего ты живешь. Но впитавший замечательно с раннего возраста идеологию потребления, где на первом месте стоит слово «я» и все мои желания, и их исполнение. Он несчастный, четырехлетний, но при этом в теле взрослого уже парня, человек. Если бы в советское время такой человек не мог появиться, он либо был бы сумасшедшим, либо, ну, оконченным садистом, выродком. А у нас такие люди начинают, начали появляться, как на Западе, там в Америке есть телки такие, очень часто появляются. Вот это меня беспокоит, и я об этом готов говорить, говорить с кем угодно и с любыми способами, в том числе способом искусства, потому что есть вещи, и песня, по крайней мере, очень великие, там, великие песни, они проникают не только в мозг, но они, как любая музыка хорошая, они помимо мозга через подсознание в душу попадают. Вот так нужно говорить и с помощью знаний и фактов, и с помощью искусства и культуры. Дмитрий, вот от газеты «Латвийские вести» вопрос. У нас есть традиция в Латвии, 9 мая рижане несут массово, просто коврами цветы к памятнику освободителям Риги. А в этом году у нас практически локдаун, из-за ковида доступ к памятнику был закрыт, цветы оставляли на столах, и к памятнику их несли латвийские полицейские. Это было такое невиданное зрелище. Вопрос к вам, может быть, и вы вспомните какой-то особенный день победы, который вас поразил, заставил прослезиться или порадоваться всей душой? Вы знаете, очевидно, это было, вот, когда родилась эта традиция, замечательный, бессмертный полк. И когда я вдруг в фильме Никита Сергеевича Михалкова увидел, что это движение стало вдруг иметь мировой масштаб, и что по всему миру, в далекой Южной Америке, я уже не говорю про Израиль, где огромное количество людей, для которых это святой праздник совершенно. Вот это мне поразило и порадовало, потому что у 40-летнего, 50-летнего американца, спроси, кто победитель во Второй мировой войне, он скажет Америка или Франция. Он не в курсе. Но и в этих странах нашлись люди, которые вышли с портретами своих предков, которые принимали участие во Второй мировой войне. Вот это мне, наверное, больше всего поразило и порадовало. Ваша цитата. Мы, каждый, в ответе за то, чтобы наши дети и дети наших детей знали, правда, о войне, о победе, знали, помнили, чтили. Война идет и сейчас. За нашу историю, нашу культуру, наше будущее, за нашу память. Вот какие проявления этой войны, которая идет и сейчас, вас особенно задевают и затрагивают? Это, прежде всего, касается наших детей. И даже об этом на послании к Федеральному собранию отметил наш президент. Там, вспомнив об учебнике истории, где вскользь было сказано о Сталинградской битве, а все остальное было, так сказать, важнее. Хотя там я услышал объяснение человека, который составлял учебник, что это вроде бы некое пособие, так сказать, обобщающее знание. Но это учебники пишут люди определенные. И я прошу прощения, такое страшное слово враги. Они кругом, в том числе и среди тех, кто пытается сделать из наших детей манкуртов, не помнящих своего прошлого. Вот там их тоже достаточное количество. И даже в России, ну, в Российской Федерации, где традиция и почитание этого праздника и отдаются долги этой победе, я считаю, что и государство недостаточно внимания уделяет ветеранам. И у нас такая была история. До 1948 года ежемесячные выплаты были за боевые награды, за боевые, имею в виду. И сейчас у нас есть еще живые ветераны, но есть еще ветераны других воин, которые воевали в Афганистане, в Чеснеде, не только. И то, что государство их не поддерживает должным образом, на мой взгляд, это тоже неправильно. Это тоже, ведь, понимаете, если дети же все видят, они все впитывают, кроме интернета, они впитывают все, что они видят, слышат, они копируют действия взрослых, очень часто не понимая, что происходит. Если какая-то мразь, какой-то прыщ на теле государства может публично оскорблять ветерана, публично, в интернет-пространстве, делать публично, не боясь ничего, то что делает молодежь, которая это слышит и впитывает? То есть, если один человек публично позволяет себе это делать, так, значит, в принципе, это можно? Я вот таких вот прыщей считаю изменниками Родины. Их нужно просто лишать гражданства и выдворять. Ему здесь не нравится, вали отсюда. Позволять молодые, к сожалению, пустые, головы и души вот такую информацию вставлять. Это измена Родины, считаю. У нас таких прыщей достаточно в стране. Вот вопрос от журналиста газеты «Сегодня». Вы назвали громко, публично Познера, чужим для России человеком, предателем. Но подобные взгляды, идеи заполнили медийное пространство. Вот как, на ваш взгляд, что с этим делать? Подобные взгляды, которые у этих Познеров имеются в виду? Я еще раз говорю, нужно вводить государственную идеологию, не называя, может быть, ее как, и, может быть, не включая эту статью Конституции, но нужно противодействовать тому, что наши дети могут спокойно получать в этом пространстве. У нас такого противодействия на уровне государства не придумано. Его нет. И мы идем на поводу у тех, кто эту информацию в душе наших детей транслирует. И мы строим дороги, мы строим самолеты, новое вооружение. Но для кого мы строим? Для тех, кто ничего не знает и не понимает, в какой он стране живет? Для тех, кто будет думать мозгами этого Познера или какие-нибудь там, не буду даже признать, здесь все эти фамилии. У нас и в культуре такая же беда. Если люди идут на фильм «Матильда» или, не к ночи быть помянутый, «Левиафан», молодые мозги, которые ничего не понимают в этой жизни, они думают, что это правда. Они воспринимают это как «Да, это так». А это же вранье, ложь, это извращение, и никакого отношения к искусству не умеют. То же самое, как эти «Богомоловы» или «Серебряниковы», которые просто... Это талантливая бесовщина, которая занимается профанацией и фейками на уровне театрального искусства. А это просто бесята, которые сидят, получают театр еще. Но этот условно присел, слава богу. Я бы его засадил так, чтобы вообще никогда не работал в театре. Нужно работать со стороны государства, чтобы... Если в интернете на нас льется это, значит, нужно в интернет свои ресурсы включать. Ну, ладно. Дмитрий, вот в противовес как раз «Богомоловым» и «Серебряниковым» во «Мхат» имени Горького появился спектакль «Лавр» по роману Евгения Водолазкина и вопрос от журналиста Елены Смеховой. Роман «Лавр» кажется, невозможно перенести на сцену. Тем не менее, Эдуард Баяков, художественный руководитель «Мхат» имени Горького, рискнул это сделать. И вы сыграли в этом спектакле главную роль. Насколько трудно было вам работать над этой ролью? И что вы открыли для себя, прочитав этот роман? И еще дополнительно, прямо в тему вопрос от Натальи Лебедева, журналиста. Какими образами вы вдохновлялись? Может быть, какие-то жития читали? Может быть, ездили в монастырь? Может быть, у вас есть знакомый человек с какой-то аналогичной, подобной жизненной историей? И еще вопрос. Как вы, будучи звездой Ленкома, были приглашены в такой проект «Вамхат» на главную роль? Ну, начну с конца. Я, сколько я себя помню, я всегда работаю параллельно. И спектакли, которые... Я недавно вдруг там... Вот у меня супруга два дня назад подала заявление из «Современника», и мы сели и решили посчитать ее спектакли и мои. В принципе, что мы сыграли в жизни. Оказалось, что моих спектаклей, которые я сыграл вне Ленкома, по-моему, даже больше, чем я сыграл внутри. То есть я всегда работал параллельно, и приглашения подобные для меня не являются каким-то там... А, каким-то удивлением. Знаешь, что касается вообще предложений Баякова, когда оно поступило, и я почел роман, я понял совершенно четко для себя. Меня поразил роман, поразил герой, но вообще я открыл для себя Водолазкина. Как это не вот странно звучит. Потом я впился в «Авиатора». Ну и вообще Евгений Водолазкин считает такой светлый гений на фоне наших бесят очередных талантливых, которые бог знает, о чем пишут. А он светлый гений. Так вот, я понял совершенно четко, что поставить это невозможно. Ну, можно сделать там суперсериал какой-то, где можно вот это вот... Ведь в спектакле существует все три возраста. От мальчика до старца. Я понял, что это невозможно. И в течение полугода они уже начали репетировать. Я уходил, так сказать, от любых контактов и не поднимал трубки. В общем, говорил, ну нет, я там занят, не мог. Меня звали на репетиции. В итоге в сентябре, за два с половиной месяца до выпуска спектакля, меня все-таки затащили на репетицию. И я понял, что это можно поставить. Именно глядя на репетиционный процесс. Я услышал Водолазкина, я увидел роман, что он здесь. Хотя он сокращенный, но суть передается. И у моего организма уже не было вариантов отказаться. Хотя я уже много лет ничего не хочу играть. Я уже наигрался за 36 лет в профессии. Вот столько. И честно, абсолютно без кокетства, мне давно не интересно, что вот я что-то новое сыграю. Что я докажу себе или кому-то еще, что вот Певцов сыграл очередную роль. Мне это не интересно. Мне интереснее общаться с людьми, общаться, что-то им отдавать, общаться по поводу того, что меня волнует, там, бесит, над чем я могу плакать или хохотать. Я этим занимаюсь на своих концертах, на своих моноспектаклях музыкальных. В итоге я попал туда, и самое сложное было, конечно, это было выучить текст, потому что от автора у меня гигантское количество текста, больше всех. Как-то я с сыном попросил его помочь проверить текст, и он мне подбрасывал там последние реплики, и дальше был мой текст. Мы сидели где-то час пятнадцать. Это столько длится мой текст, который я говорю на сцене, а спектакль идет 3.15. Вот выучить это все, я не понимал, как я это сделаю, но в итоге с Божьей помощью это выучил, и сейчас я даже перестал смотреть в текст, потому что, когда я смотрю и листаю эти страницы, я отказываюсь понимать, то есть мой организм не верит в то, что это возможно выучить. Но за это, за это, я имею возможность последние 20 минут спектакля уже в гриме Лавра, когда он становится старцем, отдохнуть, и попытаться рассказать о том человеке, который стал святым, сам того не сознавая. Для меня этот роман он открылся как очень гениальная и простая вещь. Что такое святой человек? Это святый, ну, Лавр, допустим. Кстати, в этом романе только он вымышленный. Персонаж, все остальное вплоть до названия деревень, которые до сих пор, кстати, сохранились там. Все очень, ну, фактическое. Так вот, я не играю Лавра, сыграть это невозможно, но я пытаюсь, ну, находясь в этом гриме, рассказать о том, что может чувствовать, о чем может думать этот человек, находясь вот в этой ситуации, которая сейчас на сцене. И, честно, ну, последние там недели выпуска я пытался себя помочь, помимо того, что технически обладает текстом, я, конечно, старался как можно чаще бывать в храме, ходить на литургии, пытался побольше побыть в одиночестве, хоть как-то собраться, хотя не факт, что это мне сильно помогло, мне главное было выучить текст. Но работа, это, конечно, для меня прежде всего не актерская, а человеческая. Я именно по своим человеческим каким-то принципам и понятиям туда пошел, и я очень рад, что люди, посмотрев этот спектакль, там мне говорят, слушай, я почитаю роман, или, ух ты, как интересно, а я схожу в храм православный. Вот это самое главное. Вообще роман уникальный, потому что художественных произведений о Руси 15 века нету практически художественных. А спектакля на эту тему вообще нету. И неужели говорят о том, что главный герой, то есть его история рассказанная, она очень душеспасительна. Многие, вот мои знакомые, незнакомые пишут, что люди в финале там плачут почему-то. Вот почему-то они плачут, я не знаю. Я не видел спектакль со стороны, мне это странно немножко. Но люди плачут от того, что либо очень хорошо, либо, ну если очень плохо, обычно уходят. Поэтому вот такая для меня работа, я бы сказал, она не актерская. Хотя я там работаю как актер. Дмитрий, вы упомянули, что ваша супруга, Ольга Дроздова, несколько дней назад написала заявление об уходе из театра «Современник». Вот чуть-чуть объясните нам, что это за решение. Вы знаете, у нас сыну сейчас 13 лет, я, конечно, рад, что он учится в кадетском училище, сейчас уже эта тема обсуждается в всяких закулисных наших желтых интернет-изданиях, что он что-то... Я даже написал и сделал пост свой, что и то, что происходит с сыном, у него сейчас трудный возраст, плюс трудное отношение к училищу, ему нужна наша помощь, ему нужно, чтобы мы были рядом, даже как бы не рядом, физически, но вот по телефону там в любую минуту. А что касается... Ну, это одна из причин. А потом, вы знаете, вот честно говоря, если бы мне сейчас сказали, вот ты завтрашнего дня не играешь в спектакли, я бы сказал, окей, хорошо, но есть чем заниматься. А у меня сейчас 8 названий, то есть 8 названий в Ринкоме, плюс Лавр, плюс я еще, ребят, играю со студентами, приходит возраст, когда мы наигрались уже. У Ольги режиссерское образование, она магистр по профессии режиссера, у нее потрясающий спектакль, который она делает с детьми, ей так узко в ее профессии стало, а потом играть она стала очень мало, у нее сейчас фактически один спектакль, второй крутой маршрут уже не идет больше года, вроде его восстанавливает, но быть зависимой от этого одного спектакля, и спектакли старые, честно говоря, ну, на мой взгляд, там можно ввести любого исполнителя уже, и Ольга уже переросла немножечко, будто это свою актерскую сущность. В этом смысле вот прямо в тему у нас вопрос от жены Михаила Николаевича Задорного, от Елены Бомбиной. Леночка. Несколько лет назад вы привозили в Ригу на фестиваль Станиславский ЛВ своих воспитанников из Института современного искусства вместе с Ольгой и показали Рижанам два замечательных спектакля, один из них был по пьесе Арбузова, и ваши молодые актеры настолько тогда восхитили Михаила Задорного, что он пригласил после спектакля всех ребят к себе в Юрмалу на дачу. Все это помнят, да. Да, и потом он очень много теплых и восторженных слов говорил своим друзьям в Москве о вашем студенческом творческом проекте. Вопрос такой, как сложилась актерская судьба ваших подопечных, планируете ли вы создать для них какой-то театральный молодежный проект, и какие новые творческие идеи с молодежью вместе с Ольгой вы запланировали? Ну вот, что касается наших, у нас же сейчас уже второй поток, который на третьем курсе, а те ребята закончили в семнадцатом году, и они закончили очень неудачно в том смысле, что тогда были отменены показы во все московские театры, у Ольги был такой стресс, что она сказала, нет, я не буду набирать, то есть мы должны были следом набирать следующий курс, но в итоге мы год пропустили, нам нужно было это пережить. Никто тогда не попал в театр, никому они не были нужны, мы пытались организовать свой театр, я писал письма, ходил в инстанции, то есть мы сделали отдельно спектакли, я был продюсером, были потрачены там семейные деньги, декорации, костюмы, там амфитеатр, мы пытались сделать, то есть наша любовь к ним и попытка сохранить вот эти спектакли, которые действительно потрясающе получились, замешаны на любви, на добре, на радости, на нашей взаимной любви, мы пытались это сохранить, ничего не получилось, но 7 мая нам было с Ольгой 30 лет, мы всегда отмечаем день нашей встречи, 30 лет назад 7 мая мы встретились, мы позвали наших ребят, и его посудников, и студентов, и наших ближайших друзей, мы провели это время на кораблике по Москва-реке, и мы же продолжаем общаться тесно, с кем-то продолжаем играть, даже, и до сих пор идут спектакли, которые они играли, вот 4 мая они сыграли как раз Арбузова, так вот, без показов в театр, с курса уже 6 человек работают в репертуарных театрах, не только Москвы, но и Подмосковье, и Находки, 6 человек, никто не показывался, огромное количество, то есть много ребят снимается в кино довольно успешно, в рекламе, некоторые освоили по 2, по 3, по 4 профессии, начинают бористы, заканчивая визажистом и фитнес-тренером, а также ассистентами и разными, то есть ребята вгрызлись, причем две трети не москвичи, они выживают в Москве, у них, они умудряются зарабатывать на жизнь, чтобы снимать жилье и есть, и при этом периодически работают в профессии, они оказались очень цепкими, профессиональными, и у них осталось желание играть вместе, вот мы собираемся, и они играют, опять наши любимые дипломные спектакли, я очень рад, что они таким образом, знаете, как лягушка, которая упала в кринку с молоком, стала тонуть, думала, все, как она, а потом стала своими ножками болтать-болтать, взбила сметана, и она выбралась, вот они так же себя ведут, что меня очень радует, они молодцы, бог даст, и мы все-таки когда-нибудь найдем некое помещение, и возобновим играть наши спектакли, наши любимые, те, которые были, и туда еще присоединяться то, что сейчас мы играем на этом курсе, где Ольга поставила уже там спектакль «Недочепы» по четырем пьесам Чехова, где я опять же у нее играю. А Дмитрий, одна из ваших студентов даже стала вашей приемной дочерью с Ольгой, правда? есть такое. Мало того, у нас же внуки на курсе, вот это радость какая, Даня Епифанцев родилась с Артемием, сыном, там Кристина Александрова прекрасная, пришла уже на девятом месяце, вот это счастье, вот это радость, и еще там девчонки выходят замуж, там у нас три или четыре свадьбы намечаются, вот это, конечно, еще для меня более крутая радость, потому что люди находят свои половины, и это очень круто, ради этого стоило набрать курс. Дмитрий, газета «Суббота» спрашивает, что изменилось в театре «Ленком» после ухода Марка Захарова, в прессе пишут, что у его дочери Александра проблемы, что в театре интриги, правда ли это, и насколько необходим «Ленкома» сейчас новый режиссер, или в современных, так, у нас прервалась связь, видео, это мне звонок, сейчас я его сброшу, да, вы нас слышите, да, или, как многие театры сейчас могут, может их возглавлять просто директор, вот как вам видится ситуация в «Ленкоме»? Во-первых, действительно, абсолютно верно, многие театры московские возглавляются директорами, это и театр Моссовета, и театр на Таганке, и наш теперь театр, ничего в этом какого-то криминального нету, это абсолютно точно, значит, как вы понимаете, я работаю в этом театре, я не буду вам говорить всего, что я думаю по поводу того, что происходит в нашем театре, это неправильно будет, но я скажу вам так, интриги есть в любом театре, потому что все артисты, люди эгоцентрические профессии провоцируют на это, особенно среди женщин распространенных, я скажу так, через три, а может быть чуть раньше, через два года станет ясно, что происходит с нашим театром, пока еще идут спектакли Марка Анатольевича, они занимают большую часть репертуара, слава богу, они идут, мы их держим и играем, вот когда их станет меньше, чем других спектаклей, которые поставлены уже после ухода Марка Анатольевича, тогда очевидно будет станет ясно, куда мы движемся, в какую сторону, вот я скажу вам так. А совсем недавно вы разместили у себя на странице в фейсбуке такую уникальную трогательную фотографию нашей, Ленком 80-х, наша футбольная команда, Леонов, Абдулов, Караченцев, Янковский, а кто из старших коллег был для вас каким-то особенным образцом и примером в профессии и в жизни? Когда я пришел в Ленком, два человека вводили спектакль «Гамлет», это был Олег Иванович Янковский и Александр Витович Збруев. Причем Александр Витович больше репетировал с нами, и я каждый раз, приходя на репетицию, думал, что он делает вообще, зачем ему это нужно? То есть Глеба Анатольевича не было какое-то время, он пришел, когда мы вышли на сцену, и просто Збруев с нами как режиссер вводил нас в этот спектакль как педагог и режиссер. Для меня это было просто каким-то неимоверным удивлением. И потом за шесть лет работы на Таганке я там много чего, то есть от розовых очков до полного неприятия и астракизма, и зубов старших товарищей, которые могли там меня укусить, меня морально и этически по-всякому послать на три буквы. То есть я был готов к тому, что сейчас приду, и здесь старшие товарищи будут какими-то такими примерно. Оказалось совершенно по-другому. Это меня поразило. Янковский, Абдулов, Збруев, не знаю, Сергеевич Броневой это отдельная история. Вся когорда ведущих артистов, это был тогда ведущий, Карачицев Николай Петрович, то есть с ними можно было общаться, как будто ты их сверстник. Это меня просто поразило. Ну и они великие все были, плюс Евгений Павлович Леонов, который величайший артист, очистая современности, Инна Михайловна Чурикова, с которой я стал играть в спектакле «Чайка». Слава Богу, был с ней до этого знаком по съемкам, но такого таланта партнера, это, наверное, ну вот третий случай, наверное, Аладимидова, Ольга Дроздова, вот Инна Михайловна Чурикова. это все разные, но с Чуриковой на сцене, я помню, я просто забывался, я забывал о том, что я играю ее сына, что я играю роль, что я на сцене, просто куда-то были моменты спектаклика, но она играла Аркадину, я утопал в ее глазищах, и все, и потом все, там слова, тексты, что, алло, давай, давай, это величайший совершенно когорт артистов, который собрал Марк Анатольевич, величайший, такие тяжеловесы, сейчас осталось только Инна Михайловна и Александр Викторович, больше нету никого, к сожалению, и, честно говоря, печально это все, то есть все это на моих глазах, ну, то есть не то, что на моих, на всех глазах, они уходили, и вот получается, что мы сейчас стали ведущими артистами, ну, ведем куда-то, или нас ведут, не знаю. Вот вы говорили о легендарных артистах, и в апреле, в Международный день культуры, который посвящен охране памятников истории культуры, вы высказали мнение, что к нематериальным объектам культурного наследия нужно обязательно отнести наши советские фильмы. Вот, и вопрос из Вильнюса в журналист Альгис Каланта, какие сильные стороны российского кинематографа для вас очевидны, и у вас есть еще программа «Музыкальные шедевры советского кино». Вот в этом смысле какие сильные стороны российского кинематографа? Ну, да, я понял вопрос. Именно занимаясь, занимаясь программой «Шедевры советского кино», именно советского кино, я не говорю российского, именно советского кино, я вдруг понял для себя следующую вещь. в жестких рамках советской цензуры и, кстати, профессиональной редактуры, ну, иногда там были манипуляции, конечно, были свои вась-вась, все бывает, но именно в жестких таких вот рамках мы не будем говорить о бездарных фильмах, иногда о пошлых фильмах, мы говорим о фильмах, о великих фильмах Советского Союза. Выходили удивительные силы художественного произведения, которые говорили с людьми, в том числе о Боге, не называя его, о добре, о зле, о любви, о преданности, о дружбе настоящей, обо всем том, о чем мы пишем, читаем в Священном Писании. И это было в советской коммунистической стране, где Бог был вынут. Но, кстати, об идеологии советской, если почитать кодекс строителя коммунизма, который, по-моему, на 20-м съезде был, так сказать, сформулирован. Если взять, сформулирован, да, если взять половину кодекса, там, вот просто взять точно половину из Ветхого и Нового Завета. Вот просто оттуда списан. И это, ведь они не идиоты, коммунисты, имея власть, они понимали, что выбивая почву веры из-под людей, им нужно что-то дать, заменить. И они заменили тот же самый веру, только без Бога. И это все было можно в советском кинематографе. И это культивировалось. Вы знаете, я узнал удивительную вещь. Был такой фильм «Офицеры», если не ошибаюсь, 1975 года, который снял, как раз, дебютант. Песня «Вечный огонь» оттуда мы ее исполняем. И очень часто там люди встают просто на эту песню. Встают, стоят, слушают ее. Так вот, количество желающих поступить в высшие военные учебные заведения в Советском Союзе после выхода этого фильма увеличилось в 18 раз. О чем это говорит? Это говорит о силе воздействия на умы, сердца и души. То есть, вот эта фраза «Есть такое дело, Родину защищать», оно попало, оно так попало в сердца людей. Моего друга, мой лучший друг, у него перевернул жизнь. Евгений Конопелькин сейчас герой России. Он в итоге поступил в высшее военно-десантное воздушное училище, закончил его, и как командир подразделения ГРУ участвовал в Первой-Второй Чеченской войне. Это, понимаете, какая сила, да? Так вот, именно в этих советских фильмах есть то, о чем, то, чего мне сейчас не хватает очень сильно в нашем российском кино. Причем, я скажу больше, сейчас научились снимать как на Западе, есть те же технологии, есть такие же гениальные операторы, и, кстати, там некий кран-стрелку, помещенную на автомобиле наши же, придумали, получили технический Оскар за этот. Но души нету, души нету, и того, что ценили весь мир в советском кино, этого тоже нету, ведь наши фильмы тоже получали Оскаров, да, как ни странно. Так вот, в российском кино сейчас этого почти, нет. Либо выходят подделки, либо спекулируют там очень часто на теме Великой Отечественной войны, а делают те же сами поликалов, бодевички, либо делают вот это вот безобразие Левиафаны или Матильды на потребу, что у нас все плохо, что все жизнь дерьмо, и посмотрите, Россия, это болото, и так далее, и тому подобное. К сожалению, это так, и нету никакой управы, и это делается частенько на государственные деньги, и государство не смотрит, ему плевать на то, что выходит и попадает в души, опять же, пустые, ничем не наполненные молодых людей, которые потом по первому золу очередного плеча выходят зачем-то на улицу. Вот этого мне не хватает в российском кинематографе. А вот вопрос в продолжение. А документальное современное российское кино? Вот вышел фильм митрополита Тихона Шевкунова «Гибель империи. Российский урок». Вот оно способно все-таки преподнести какой-то урок современному зрителю и молодому в том числе? Я так рад, что это кино вышло. Мало того, я смотрел его фильм и первый «Гибель империи. Возантийский урок», который так перекликается с тем, что происходило в России в 90-е годы. Это вообще нужно бросать все и идти смотреть. У меня вообще мысль сесть и законспектировать. Потому что и фильм именно владыки митрополита Тихона Шевкунова. Потому что фильм же основан на фактах, на свидетельствах очевидцев, на документах, на реальных событиях и это та правда, которую мы до сих пор не знаем. Мы не знаем правду о февральском перевороте, о декабрьском перевороте. Мы не знаем, потому что сначала это не нужно было большевикам и коммунистам, так как им не нужна была правда о Николае Втором и о том, что он успел сделать за неполные 20 лет своего царствия. Также и либералам, которые потом пришли в 90-х, им не нужна эта правда. А там конкретно все рассказывается, что как было и какая есть опасность повторения такого же сейчас у нас в стране. Он замечательная там фраза Ключевского приводит. История не учительница, а надзирательница, которая не задает уроки, но жестоко спрашивает их незнание. Не надо нам вот это вот мы так любим именно вот наша страна почему-то так любит наступать на одни и те же грабли. Фильм Тихона Шевканова, я считаю, это шедевр документалистики и это идеологически необходимая картина для вообще для всех людей. Дмитрий, а вы сами недавно приняли участие в съемках документального фильма о Казанской иконе Божьей Матери. Что это за проект? Вы знаете, он же многосерийный и он касается разных периодов и разных регионов нашей страны. Это наша история. И у меня не было возможности от этого как-то уйти или отказаться. Это то, что я, может быть, потом скажу своим внукам. Я скажу, не смотри по продаже Зверь, посмотри фильм про иконы Казанской. Если ты хочешь что-то своим участием увидеть, я, наверное, так буду говорить. Мне это важнее по-человечески, по душе, по тому, как я сейчас живу. Мне это важнее. Это наша история, наша трагическая, великая, православная и духовная история нашей страны. Вот пришел вопрос. Недавно вы получили благодарность президента России за активную общественную деятельность. Какие инициативы и проекты, в которых вы участвуете для вас наиболее важны? Кстати, у вас есть очень интересный проект «Елка желаний». Что это такое? Знаете, что касается благотворительных проектов, по-моему, в Писании сказано, если творишь милостыню, пусть правая рука не знает то, что делает левая, или наоборот, не помню. Я не запоминаю, и я считаю, что не нужно об этом говорить. Если Господь даёт силы возможности что-то кому-то помочь, делает, и всё. И очень часто это мне нужнее, чем тем, кому я помогаю. Поверьте, нет больше радости, чем что-то отдать. У меня жена обожает дарить подарки. Принимать не очень, а дарить, потому что она гениально умеет находить подарки и знает точно, как попасть. Что этот человек, он мечтал об этом и получит. Это большая радость. А у меня 28 тысяч благоговорительных проектов. Я не буду об этом рассказывать, мне это неинтересно. Спасибо огромное за грамоту. Я очень рад, что я не знаю что, какие мои усилия, какие дела конкретно вызвали получение награды. Я всегда благодарен за то, что мне дают, как и дают, бери, бьют, беги. Дмитрий, в день космонавтики, который у нас тоже был не так давно, мы отмечали, вы в социальных сетях написали, что для вас этот день праздник мечты и науки, и что вы тоже пытались, даже в начале двухтысячных проходили отбор, и чуть не прошли почти в космонавты. Расскажите подробнее, что это же история. Это была идея, я смеюсь, этот человек, бывший депутат Государственной Думы, он, по-моему, где-то уже сидит, что ли, я не знаю, проект был такой, действительно, запустить артиста в космос и там снимать. Ну, какой-то там был сюжет нехитрый, люди в космосе, что-то такое, а чтобы запустить в космос, нужно было пройти по здоровью, во-первых, а потом уже пройти действительно подготовку к космосу. Все это было серьезно, прямо на уровне начальников из Госдумы. И я помню, что я пошел на первые эти вот медицинские обследования, но там уже начались вот эти вот, ну, маленькая, как называют, центрифуга, такая хитрая, которая мне очень не понравилась. Ну, мне хотя там был рядом летчик-испытатель, он сказал, значит, ты смотри, там ты ноги сжимаешь, там мышцы напрягаешь, вот здесь вот, а там, ну, это помогало мне какое-то время, а потом там в 7 утра каждый начинался медосмотр, мне это надоело, в общем, я перестал ходить. В итоге Владимир Стеклов единственный, кто прошел и медосмотр полностью, и дальше всю подготовку, но проект рассыпался. Собственно говоря, я не знаю, зря ли он потратил время, но он, наверное, для себя убедился, что он здоровый мужик, и он действительно крутой, и артист замечательный. Я вот оттуда свалил просто из-за собственной лени. Спасибо. Дмитрий, вы нам обещали заранее, когда мы говорили перед эфиром, что вы что-то нам прочтете из спектакля «Эхо Победы» для наших радиослушателей, для тех, кто нас смотрит по видеосвязи сейчас. Знаете, в Театре Натаганке был такой спектакль «Павшие живые», который был почти целиком составлен из стихов поэтов-фронтовиков, именно поэтов-воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Не все из них дожили, в том числе и Семен Гудзенко. И я сейчас его в стихотворении прочту, а может быть, если еще останется время, может, коротенькое Липкино прочту Семена Липкина. Тоже удивительный человек, совершенно верующий и такой философ. Но оно известное стихотворение Семена Гудзенко «Перед атакой». Такой-то Высоцкий читал это стихотворение в этом спектакле, в том числе звучит оно так. «Когда на смерть идут, поют, а перед этим можно плакать, ведь самый страшный час в бою, час ожидания атаки. Снег минами изрыт вокруг, и почернел от пыли минный разрыв, и умирает друг, и значит, смерть проходит мимо, сейчас настанет мой черед, за мной одним идет охота. Будь проклят, сорок первый год, ты вмерзшая в снега пехота. Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины, разрыв, и лейтенант крепит, и смерть опять проходит мимо, но мы уже не в силах ждать, и нас ведет через траншеи, окоченевшая вражда штыком дырявящей шеи». Пой был коротким, а потом глушили водку ледяную, и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую. Спасибо. И у нас есть еще минутка, тогда мы попросим еще одно стихотворение. Хорошо, Семен Липкин. Если в воздухе пахло землею, или рвался снаряд в вышине, разговор между Богом и мною открывался мне в дымном огне, и я шел нескончаемым адом, телом раб, но душой господин, и хотя были тысячи рядом, я всегда оставался один. Спасибо. В эфире был проект «Культурная линия». С нами на связи был российский актер Дмитрий Певцов. Народный артист России. Да, и мы говорили о новой его программе «Эхо Победы» в эти майские дни. Спасибо, Дмитрий, желаем вам творческих успехов. Спасибо. Я желаю вам добра, радости и мира. Спасибо. Спасибо.